миха и проект жиру капец представляет всем привет с вами миха мы на канале жиру капец вот пока макс гуляет в парке с детьми играется хотел бы с вами поговорить на такую актуальную для всех худеющих тему как зажор или срыв так называемый просто вот у меня знакомые многие кто худеют вечно жалуются на то что у них произошел срыв них стресс них еще какие-то проблемы почему спрашивается у меня нет этих срывов и если я еду куда-то гулять я за заранее знаю что я буду гулять и поэтому я как бы еду подготовлены представляешь этот чек милд такой себе или разгрузочный день но как я говорил я вас учил и рассказывал вам надо заранее подготовиться и правильно из этого выйти вот сегодня об этом и поговорим а пока я вас попрошу как обычно подпишитесь поставьте лайк и нажмите на колокольчик чтобы всегда в курсе когда выпускаю новое видео ну что начнем смотрите я вам говорил по моей системе срывы практически невозможно но никто меня как обычно не слушает у всех свои диеты да ладно это как говорится дело каждого выбирает каждый кому что подходит кому интервальная кому периодически кому дюкана кому японская диета ну короче у кого как организм настроен кому-то легко переносить одни овощи другой любит мяско поэтому тут без проблем но смотрите по моей системе чтобы не было этих срывов дурных и зажоров знаете я как бы предусмотрел себе постоянное вливание вот этого не хватающего элемента гадости это нашу организма как говорится но просто они у меня получаются уже включены в моем меню и так далее вот смотрите я ем и каждые два дня например я себе перекус или ужин какой-нибудь или в обед ну смотря с чем блюдо связано я себе включаю какие-то гадости так называемые по пп если по правильному питанию вот например вчера мы с максом ходили в кинотеатр вчера получается в 1130 мы пошли в кинотеатр мы съели с максом большую порцию попкорна на двоих это телокалорий 300 а потом мы зашли до мамы в гости и получается купили еще три мороженых новые пробовали с перцем ну ничего нормально но максу без перца нам с острым перцем интересное ощущение она сладко кисло вроде кажется перца нет но когда перестаешь ей язык отходят рецепторы от холодного и начиная жжение такое на языке ну чувствуется что перец есть и вот получается еще по большому морожену по 110 грамм сушили а там тоже 300 400 получилось что за время проведенное в кинотеатре и после я съел 600 килокалорий считая одну третью своей нормы минимум и что я сделал я поэтому получилось у меня я позавтракал у меня был перекус в 930 я попил хачапури с кофе а потом получилось вот это с 11 но с 12 считать до двух меня были вот эти 600 килокалорий что я сделал я просто в два часа не обедал потому что я был сытый попкорном и мороженым и следующий был у меня прием на ужин уже и дальше это и что вы думаете утром встал на весы минус 200 грамм как положено все нормально никаких плюсов ничего потому что я получается в своем меню включил вот это вот неправильное питание посмотрите вот как я ел вот вы увидите у меня постоянно то раз пельмени как бы то шаурма то пицца вот недавно пиццу я и 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 из-за того что я включаю в свой рацион вот это главное не обжираться вы хотите пиццу пожалуйста съели свои два-три кусочка все и на этом все поэтому не надо брать две пиццы если вы с кем-то вы берете две пиццы и отдаете ему одну пиццу с кусочком чуть-чуть свой кушать не надо есть ровно пополам с тем человеком у него нормально со здоровьем отдаете ему пускай кушает будет ему ну да вы на кусочек меньше скушайте также шаурмой вы хотите шаурму приготовьте себе дома и включите ее в свой меню посчитайте в рацион и все будет нормально на что вы можете сорваться себе ой так хотелось это шашлычок пожалуйста включите посчитайте сколько вам можно шашлычка в день или сократите два приема пищи видите один шашлычок если вы свиной можно ввести все что угодно понимаете любой продукт хотите шоколад кушникерс пожалуйста перекус она отлично влазит там 300 килокалорий ничего жир не пойдет никуда если она если у вас рацион основан на дефиците калорий она в жир не может пойти потому что организму не хватает калорий и поэтому она в жир не берет поэтому ничего страшного вот я еще раз говорю я просто устал слушать что я сижу там 1200 1000 1300 калорий если положено там 1800 а потом она или он берет наедает сразу два кило я сорвался у меня настроение плохое у меня стресс я устал и так далее это понимаете на самом деле мозг нашел причину и я вам говорю если бы вы все включили да хоть конфеты сладкие да хоть торт если вы включили что вы идете на день рождения и в течение дня поели немного чисто белковой пищи с малым количеством калорий жира и углевод то вы можете вечером гульнуть нормально и ничего страшного на следующий день вы выходите 5 свою систему не надо голодать как другие ой я поел теперь надо будет поголодать организм вот эти стрессы не может переносить так бах бах он думает ё-моё надо запасать и начинает запасать и вы думать ну что такое вроде ничего не ела все набираю а потому что вы просто не посчитали и устроили дополнительный стресс организм вот и все ребят на самом деле все так просто просто вот чуть-чуть задумайтесь чуть-чуть еще раз посмотрите как устроена моя система напишите в поиске система меха тыс или система жиру капец и вы сразу попадете вы просто разбери и вы никогда не сорветесь если у вас будет что-то происходить не планомерно вы всегда раз раз и быстро вот я говорю вот не планомерно наел 600 калорий все отменил обед и все отлично увидите выше положительный результат поэтому ребят давайте уже хватит зачем срываться куда-то если можно есть все вовремя вот уже приближали мои дети надо идти играться дальше привет всем побахать и народ вы в ютюбе кричит макс одесса канал подписывайтесь вот они наши дети все модные ютюберы блогер хорошее настроение это залог успеха поэтому всегда улыбайтесь и будьте счастливы всем пока пока еще раз пока пока ищите нас на ютюбе под хэштегом жиру капец подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии давайте худеть вместе мы сможем это сделать и и и и Продолжение следует...